Сейчас разбираю этот старый диван, который в той комнате стоял. Смотреть, какой толщины ДВП было применено на этот диван. И какие уголки здесь, которые держали этот лежак. Не диван, но... Там какой-то матрас тяжелый, с пружинами еле утащил. И это ДВП тоже тяжелый, или ДСП. В общем, раньше материалов не жалели на мебель. Не то, что сейчас. Легкая, тампатная. Вот такая перегородка, которая разделяет кухню и зал. При демонтаже увидел, было видно газету, которая... Не знаю, какой... Кочитаемый три копейки, Советский Союз. Какой год. Я думаю, где-то в 80-е, может быть. Еще и раньше. Известия. Цена 3 копейки. Так, октябрь. Год не видно. Такие наши перегородки делали мы. Третья, идет... Пятый, наверное, день ремонта. Скорее всего, демонтажных работ. Сейчас квартира... Здесь перегородку убрал. Комната больше стала. Дом старый. Видно трещина. Здесь немного... Немного... Разрушается. Когда обои сзеру, посмотрим, может еще наберем. А, увидим трещина. Это все я буду снимать. Обои, потолок, шифонер. На авито что-то не продается. За 300 рублей диван тоже. Здесь перегородку я снялся. И сейчас комната приобрела такое состояние. Как... Ну, не знаю, как холл. Мне не нравится. Я эту перегородку сделаю из гипсокартона. И будет так же, как было в старой квартире. Разобрав перегородки, у меня появилось столько досок. Видите, какие доски. Из каких досок раньше перегородки делали. Сегодня также продал вот эту старую кухню на авито за 400 рублей. Короче, вообще страшно. Во время разбора тараканы разбегались. Ну, не так много, но было. В общем, вот такая грязища. Здесь на кухне все это я тоже буду демонтировать. Все это плитком, полы, потолок. Ну, пока до этого руки не дошли. День 7. Не знаю, какой день ремонта. Я так не напрягаюсь. Делал ремонт. Пока закончена, почти закончена демонтажная работа. Это обои и перегородки. И квартира сейчас вот в таком состоянии. То есть, дом старый. Видны трещины от усадки дома. Ну, надеюсь, что на мой век хватит. Или еще на чей-то. И он не развалится. Вот трещина. То есть, я думаю, это не штукатурка, а стена трескается. Но это, скорее всего, не несущая стена. Но тоже трещина такая серьезная. Палы в ужасном состоянии. Я до них еще не дошел. Винтуса снял. За винтусами какой-то мусор. Хочу вот эту деску снять, постелить. Скорее всего, в USB панель. Это комната. В таком состоянии, без обоев. И кухня. На кухне снял потолок. Под потолком плинтус был приклеен, наверное. То есть, с закрашенной эмалью. И очень трудно снимался. И над газовой плитой нашел рассадник тараканов. Чей-то капец. Но я думаю, что они вот через это отверстие, через вентиляцию, от соседей к соседям бегают. Решил снять вот эту перегородку. Небольшую. Нам не нужна дверь. Думаю, здесь лишняя была. Дверь я снял. Ну и... Это коробка. Это также рассадник тараканов. То есть много пустых мест. Где они могут легко прятаться. Коридор, блин. Замучил меня с этими обоями. Еле-еле сдирались. То есть, мочил шпателем, отдирал. То есть, не все снял. И вот это мне вообще непонятно. Она... Что это такое? Как самоклеящиеся, наверное. Самоклеящиеся обои, но они вообще не сдираются. Если я буду штукатурить, выравнивать стены более-менее, то, скорее всего, придется здесь шлифовальной машиной это все отшкурить. Ну и эмалевую краску. Тоже, наверное, шлифовать чуть-чуть. Посмотреть. Так слегка выровнять. По ванне завтра сантехник будет. И все это поменяется. Танитаз передвинется чуть глубже. Пока здесь работ никаких не делось. Кстати, про тараканов. Вчера думал, что всех тараканов уничтожил. Которые попадаются под потолком. Вроде... Еды здесь нет. Непонятно, на что можно жить. То есть, как они живут, эти тараканы. Этот... Наличники я вчера снимал. Решил его прикрепить просто так, чтобы он не потерялся. Сегодня, когда я начал демонтировать эту дверь, снимаю наличники. Отсюда 5-6 тараканов убегают. Где они, как они, откуда. Ну, я думаю, что под полом там вообще... Очень все... Мрачно. Ну, как я и говорил ранее, что стяжку я не решил не делать. Так как меня напугали штрафами. Сказали, что дом не предназначен для такой нагрузки. Поэтому... Это все останется. Постараюсь принтусами все это закупорить. Все эти щели. Снял коробку. Что я хотел показать. Смотрите. А на деревянной перегородке какой слышно катоки. Это надо же, вот, как это сказать. Ведь не за один раз на нас съели такой слой. Несколько раз. И с таким слойом штукатурки, наверное, лучше сетку рабицу прибили, чем такую драмку. Вот так вот. Раньше делали перегородки, штукатурили. Демонтирую плитку на кухню. Короче, как и обычно, бля, под раковиной. То есть, над умывальником была фанера. Оторвал в которую там разгружалась куча тараканов. Какая-то песня. Тошни лавка. И вот такая дырка. Я не знаю, что это такое. Вентиляция, но куда она ведет. Для чего, я не знаю. То есть, никогда с таким не сталкивался, что в стене была еще какая-то дырка. Как ее заделывать, я еще тут даже пока ума не приложу. Как заштукатурить ее, не ясно. Стояла такая деревяшка. И была замазана раствором. На ней плитка. Как они умудрились это сделать, я не понимаю. Вентиляция в одной стороне. Вентиляционный канал в другой стороне. Может через этаж у них проходит вентиляция. Два канала может быть. В общем, такие дома здесь. В Балаково, в пятиэтажках. Интересные. С сюрпризами. Кстати, да. Еще и не показал. Смотрите, какая перегородка. Тоже деревянная. Заштукатуренная также драмкой. Блин. Вообще жизнь, да. смогли разбить что-то ламп. Смотрите. Продолжение следует...